МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первый независимый ЗАП-ТВ в студии Роза Бабаяна. Мы показываем новости ЧТ из Забайкальского окрая. Спонсор выпуска – Прииск Соловьевский. Прииск Соловьевский – одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока. Современное производство, новые технологии и бережное отношение к экологии. Рабочие места и стабильная заработная плата. Реализация соцпроектов на территории деятельности. Нам важно, что останется после нас. Ведь главное золото – люди. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. 2023 год наставника и педагога. Казалось бы, поддержка представителей образовательной сферы должна быть ощутима, но только не в Забайкальском крае. Очередную проблемную историю самой большой школы в Читинском районе смотрите далее в выпуске новостей. Сейчас на театральной площади работают почти два десятка работников ДМРСУ. А минутами ранее она была полностью завалена мусором. Почему это произошло? Расскажу вам я, Анжелика Понебрашина. Не переключайтесь. Всеми любимый поход за грибами в лес. Как сделать так, чтобы он не оказался последним? И как пережить ночь в лесу? Расскажем в выпуске новостей. Ну а теперь о бытиях и других событиях более подробно. Сказочные обещания и суровая реальность. Отменяя районный коэффициент, краевое правительство обещало увеличить зарплаты бюджетникам. На деле же оказалось все совсем наоборот. Об очередных проблемах школы в поселке Атамановка, в которой учителя страдают от необоснованной оптимизации, расскажем в сюжете. Отмена районного коэффициента в Забайкале еще на стадии обсуждений стала изрядно напрягать работников бюджетной сферы. Особенно заволновался тогда педагогический состав. Оказалось, не зря. Хотя с мягких кресел на Чайковского 8 политическая элита региона уверяла всех в том, что проблем после отмены района надбавки к зарплатам не будет. Минципальное образование предлагается направить субвенция на образование, то есть это повышение заработной платы работникам образования по переданным полномочиям субъекта. Это сумма 492 миллионов рублей. В этом году забайкальские учителя ожидают повышения заработной платы. Мы уверены в том, что этот закон будет принят в Забайкальском крае. И поэтапное повышение заработной платы все-таки произойдет. До конца этого года мы достигнем необходимых показателей по заработной плате забайкальских педагогов. И министр финансов, и тогдашний министр образования, и губернатор, и вице-премьер – все они обещали, если не золотые горы, то достойную зарплату учителям, что особенно важно для тех, кто работает в поселковых школах. С начала учебного года редакция ЗАП-ТВ побывала уже в нескольких отдаленных селах, где проблемы с объединением школьных классов и увольнением учителей не могли оставаться без огласки. В селе Бурген Читинского района преподавателей попросили сначала уволиться для перерасчета пенсии, а после вновь обещали взять на работу. Но этого не произошло. А на станции Ингада, вблизи села Домна, родители переводят своих детей в другие школы из-за непонятного объединения классов. Все это происходит по одной простой причине. Сфера образования испытывает дичайший дефицит денежных средств и всячески пытается сэкономить гроши, увольняя учителей, объединяя классы и урезая зарплату преподавателей. Об этом заявляют сами педагоги. На этот раз история с экономией денег затронула и школу в поселке Атамановка. Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались с вами по вопросу оплаты нашего труда и еще раз обсудим создавшееся положение. Подготовили письмо прокуратуру и вот пригласили представителей СМИ, чтобы еще раз заявить о себе, о своих правах, так как в последнее время у нас в связи с оптимизацией нашего образовательного процесса все больше и больше нас стали снимать каких-то процентов и поэтому мы вынуждены бороться уже за себя, отставить свою точку зрения. За преподавательским столом выступает директор Атамановской школы Наталья Колосова. Напротив сидят более 40 преподавателей и у каждого из них есть вопросы к комитету образования Читинского района. Только вот представители этого комитета, завидев камеру и микрофон, решили поспешно покинуть встречу без объяснения причин, что очень сильно возмутило коллектив школы. Комитет образования к нам приехали, но увидев представителей прессы, они уехали назад. Поэтому у них, видимо, ну дополнительно, возможно, возьмут пояснение. Поэтому вот сейчас давайте мы выскажем свою точку зрения. Ответчики решили не вникать в проблемы очередной сельской школы и просто сбежали, но вопросы-то остались на месте. И самый первый из них – это отмена выплат за разговоры о важном. Нам за него не платят. То есть по всем другим регионам оплата идет, а у нас не идет. То есть об этом есть даже вот письмо, да, где тут прям прописано, что взять на контроль оплату за педагогических работников, которые реализуют программу внеурочной деятельности в рамках реализации проекта «Разговоры о важном». Вот в сентябрь мы отвели эти классные часы, а с 1 октября мы на имя нашего директора написали всем коллективам заявление, что вести мы это не будем, так как оплата нам не поступает. Директор школы коллектив поддержал, и педагогический состав не стал подписывать нынешнюю тарификацию по оплате труда. Уж слишком много отмененных выплат они нашли в этих новых правилах, навязанных комитетом образования. Эта надбавка была у нас принята, она у нас стоит в положении об оплате труда, прописана в коллективном договоре. Этот договор у нас был зарегистрирован и в 2021 году, и вот все это время нам ее оплачивали. В этом году у нас эту надбавку убрали, без предупреждения профсоюзов, то есть сняли, и сейчас у нас происходит снижение заработной платы. Сейчас все говорят о том, что повысить зарплату педагога, а на деле мы получаем, наоборот, снижение. У нас год педагога и наставника. И вот по поводу наставничества, у нас в школе работают учителя-наставники, проводим определенную работу с молодыми педагогами, но вопрос об этом тоже стоял в оплате наставничества. И в 21 декабря тоже было принято постановление правительства Российской Федерации о том, что должно оплачиваться. У нас, к сожалению, тоже этого нет. И вот все эти вопросы возникают. Знаете, о чем? Что все федеральные законы, которые принимаются, они почему-то у нас идут в разрез с нашими местными законами. Я говорю, у нас зарплата не повышается, а она снижается. Вот такими вот действиями нашего руководства, ну, я имею в виду, что регионального. Отмена районного коэффициента на себе почувствовали? А как кто не почувствовал-то ее? В положительную сторону или в отрицательную? В отрицательную. У нас все везде урезали. Нам сделали подарок вне учителя и в честь учителя, года учителя. Отмена выплат за разговоры о важном, отмена выплат за наработанный стаж, если учитель работает на две и более ставок, отмена выплат за занятия с детьми с ограниченными возможностями. Неудивительно, что с такими запретами в школу не идут молодые учителя, а имеющиеся уже всерьез начинают задумываться об увольнении. У нас таких детей 80, 27 детей у нас инвалидов. Из них 11 имеют статус дети ОВЗ. И 45 детей по медицинскому заключению у нас обучаются либо чисто на домашнем обучении, или на очно-заочном обучении. Дети с тяжелыми заболеваниями, очень серьезными заболеваниями. У нас есть и сонкологии, и дети аутисты, слабослышащие ребенок, слабовидящие дети. И мы должны в первую очередь исходить из состояния ребенка, из интересов этого ребенка, из интересов родителей этого ребенка. Как можно уложиться в те требования, которые нам предъявляются на сегодняшний день. Мы уже говорили, у нас очень большая школа, у нас на сегодня 1218 детей. Соответственно, бюджет школы должен быть большой, правильно? Но мы-то не чувствуем это. У нас ведь специалистов нет. Чтобы заниматься, у нас нет психолога, а нам нужен не один психолог. Поэтому каждый учитель ведет по 2-2,5 ставки. Учителя молодые в школу практически не идут, поэтому мы вынуждены нагружать, перегружать учителей, которые работают. В настоящее время нам требуются два учителя русского языка, один учитель математики, учитель ИЗО. Распределили часы, конечно, но не все, не во всех классах ведутся уроки, как это требуется. Вопрос о заработной плате накопилось достаточно много. Те учителя, которые у нас работают на две разные должности, например, завучий учитель, они не получают доплату за стаж на вторую должность, только на основную должность. Не оплачивается у нас стаж на все часы учительские, то есть только на одну ставку, на 18 часов. Учителя ведут 36-40 часов нарушения всех законов. Волнующие вопросы озвучены. Пытаемся вновь связаться с председателем комитета Четинского района. Ирина Звежулева продолжает игнорировать не только нас и журналистов, но и весь коллектив Атамановской школы. Крайней точкой кипения стала и подписанная господином Кефером постановление от 15 сентября 2023 года. Эта новость стала просто передовицей прошлой недели у журналистов. Многие сравнили это преступное постановление с последним гвоздем в крышку правления губернатора Осипова. В документе были внесены изменения в образовательную сферу. В частности, говорилось о сокращении завучей в школах, где численность детей составляет меньше 200 человек. Такое решение не понравилось многим забайкальцам. Свою точку зрения высказал и депутат Государственной думы от Забайкальского края Андрей Гурулев. Если говорить прямо, то это решение преступления. Я понимаю, что сегодняшняя политика экономического блока правительства региона привела к тому, что у нас бюджет превратился в дырку от бублика. Но не понимаю, как можно за счет сельских школ экономить. Помню, как тот же господин Кефер радостно рапортовал о том, что зарплаты у наших учителей в районах вырастут. Теперь что людям скажете? Людям краевые чиновники так ничего и не сказали. В Министерстве образования по-тихому провели пресс-конференцию для придворных СМИ, запретив редакции ZAP.ru и ZAP.TV присутствовать на мероприятии, о чем нам сообщили источники, близкие к министерству. А уже почти ночью 2 октября губернатор Осипов, как будто только открыв ленты информационных агентств, быстренько отменил подписанное вице-премьером Кефером скандальное постановление, видимо, вспомнив, что совсем скоро будут выборы губернатора и надо бы начинать зарабатывать очки. Однако коллектив школы в поселке Атамановка по-прежнему ждет разъяснений от комитета образования. В противном случае, если комитет решит и дальше не реагировать на жалобы и просьбы преподавательского состава, то самая большая школа в Читинском районе может в одночасье лишиться всех учителей. Потому что все объединились и готовы идти до конца. Потому что просто в этом году, как никогда, мы чувствуем какое-то унижение прямо. Настолько со всех сторон давят. Поэтому видите, что коллектив объединился и готов бороться даже за весь район. Потому что мы самая большая школа, на нас возлагают все учителя надежды. И мы будем бороться за свои права. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, ЗАПТ-ТВ Ирина Тимофеева, ЗАПТ-ТВ Бывшего замдиректора ГКУ службы единого заказчика Виктора Гуслякова накануне приговорили к 8 годам колонии строгого режима и крупному штрафу. Он обвинялся в получении взяток организованной группой в крупном, а особо крупном размерах. Напомним, по данным Крымовой прокуратуры, В период с мая 2021 года по сентябрь 2022 обвиняемый в составе организованной группы из других работников учреждения совершил 7 эпизодов получения взяток. На общую сумму около 70 миллионов рублей от коммерческих структур. Взамен им было оказано содействие при проведении торгов и дальнейшем строительстве соцобъектов в рамках реализации нацпроектов «Культура и жилье и городская среда Забайкальского государственного театра», «Кукол», «Тридевятое царство», «Трех жилых домов» для переселенцев из аварийного жилья и лиц из числа детей и сирот в Краевом центре и в Воловянинском районе, а также школы детского сада в Макзоне. Накануне в Центральном районном суде Виктора Гуслякова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 60 миллионов и конфискация денежных средств в размере около 21 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что следком возбудил уголовное дело по признакам халатности должностных лиц правительства, Министерства труда и соцзащиты, Строительства дорожного хозяйства и транспорта, Департамента госимущества, ГКУ Центр обслуживания, содержания и продаж казенного имущества, ГКУ Служба единого заказчика Забайкальского края. ТГК-14 в Чите навязывала управляющей компании платить за нагрев воды от системы отопления летом, когда отопление не работает. У ФАС выдала компания предупреждение. Как выяснилось в ходе расследования, ТГК-14 навязала управляющей компанией «Шестая» платить за нагрев воды от отопления в 26 домах Читы летом, когда система отопления не работает. Об этом сообщается в телеграм-канале управления ФАС по Забайкальскому краю. Начисления за потери тепла при подогреве холодной воды для нужд ГВС в летний период являются неправомерными. Управление выдало ПАО ТГК-14 предупреждение, усмотрев признаки нарушения статьи 10-й. Закон о защите конкуренции в части навязывания контрагенту невыгодных условий договора написано в публикации. Получить комментарий в пресс-службе ТГК-14 журналистам не удалось. В телеграм-канале УФАС по Забайкальскому краю уточнили, что управляющие компании не имеют права предъявлять жильцам плату за тепло, но могут возместить расходы ТГК на подогрев воды, на нужды теплоснабжения при правомерном определении объема воды по прибору учеток. По данным сайта Минжикаха, управляющая компания «Шестая» обслуживает 26 домов в железнодорожном районе Читы. Проектно-сметная документация газификации Читы до сих пор в разработке. Об этом говорится в официальном ответе Министерства развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края на запросы редакции Запру. Курирует газификацию краевое Минжикаха, проектированием занимается ООО «Мост», но проектно-сметная документация до сих пор в разработке. На данный момент силами Омской организации «Сибирская проектная компания» выполнены инженерные работы. Кроме того, как уточнили редакции Запру в краевое РСТ, цена «Зажиженный газ» для Читинцев на сегодняшний день также до сих пор не определена. Напомним, планировать газификацию Забайкалья начали в 2022 году, в январе 2023-го стало известно, что газифицировать Читу будет компания «Аброра Газ», учредителем которой является Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация, 50% которой принадлежит учредителю компании «Школы будущего» Станиславу Неверову. Его компания известна по строительству школы в Каштаке. Позже выяснилось, что «Аброра Газ» – одна из немногих, кто согласился газифицировать город. В июне этого года началась прокладка газораспределительных сетей, а 13 сентября «Газпром» и правительство Забайкалья подписали графики газификации региона. Бутылки, пакеты, шелуха. Подобным мусором оказалось завалено культурное лицо города Театральная площадь. А ветер и бродячие собаки, и без того печальную картину сделали еще более унылой. О том, почему работники ДМРСУ сложили метла Анжелика Панибрашина. Фигура вторая! Печальная. Театральная площадь. Мусора здесь настолько много, что, кажется, происходит это где-то на задворках города, а не в культурном центре Читы. Огститесь, очнитесь, оглянитесь, обернитесь! Прохожие в недоумении. Одни действительно оборачиваются, другие сами подходят к съемочной группе высказаться. Я не поняла, почему не убирали. Это что такое? В центре города такое творится. А что говорить где-то на окраинах? Это же ужас один. Центр города. У нас на даче мусоринки нет. Ну, я думаю, никому, гулгам, и то, наверное, некомфортно. Вкусно, но некомфортно. Венчает всю эту унылую картину фоном играющая слезливая музыка и холодный ветер, который шаловливо забавляется с грязными пакетами, шелухой от семечек и пластиковыми бутылками в ритм-мелодии. Субтитры создавал DimaTorzok Четинка Елена Брюхова заботливо утепляет своего малыша. Молодая мамочка сидит на скамейке в окружении переполненных мусорных баков. Дышут, так сказать, ароматами краевой столицы. Ужасно. Состояние ужасное очень. В культурном шоке находятся и артисты краевого театра драмы. Светлана Алферова к многострадальной площади испытывает огромное чувство жалости, уверенно уничтожается, которое разными методами. Мы просто на обед сейчас и обратно на репетицию. Вот шли с девчонками и говорили, что происходит в городе. Вроде не понедельник сегодня, а не после выходных. Что Арбат так называемый весь завален мусором. Что здесь, ну, просто жуть какая-то. Я не знаю, у нас кончились дворники в городе или как. Вообще я не знаю, почему не заботятся театральной площадью. Потому что нас, допустим, очень волнует проблема о том, что здесь постоянно кто-то ездит на скейтах, на самокатах. Новый наш отремонтированный театр, уже все ступеньки пообиты этими скейтами. Я не знаю, ну, неужели нельзя поставить, не знаю, какой-то патруль полицейский здесь. Фигура третья. Разлучная. Свинарник на улицах города, в частности на театралке, возник не просто так. Грязь – это крик отчаяния работников ДМРСУ. Из-за невыплаты зарплаты они пошли на крайние меры. Объявили забастовку. Однако спустя час работы нашей съемочной группы, работяги в ярко-оранжевых жилетах вдруг неожиданно появляются. За уборку здесь разом берутся почти два десятка человек. Да, да. А что у вас там ситуация с зарплатами, забастовками? Расскажите честно, как есть. Ну, честно, есть. Ну, задерживали зарплату, нам дали. Сейчас зарплату нам выплатили. Надолго задержали? На сколько? Ну, мы 15 дней ждали. Написали трудовую инспекцию. Ну, то есть, получается, вам дали зарплату, поэтому вы пришли убираться, да? Да. А так вы не пришли? Конечно, надо за квартиру платить, за садик платить. Если за садик не допустят, детей не принимают в садик. И у всех кредиты надо тоже платить. Пока одни привычно орудуют метлами, другие успевают брать номера телефонов корреспондентов канала ЗАП-ТВ. Ведь дали пока только зарплату. Аванс под большим вопросом. Рабочие откровенничают. Они не понимают, почему теперь уже бывший глава ДМРСУ Александр Жужурин устроил на предприятии семейный подряд. Жужурин со своей женой шел. Он почему... Мне вот еще интересно, почему в этой организации работает... Он работал директором, а она жена его бухгалтером. Это же нарушение, считается, как вот. Но по поводу... Но зарплату выплатили, и то мы ее добивались сколько, мы же забастовали. А вот по поводу аванса, не знаю, дадут, не дадут. Надеяться-то уже как бы, это вера-то уже никому нету из начальства. Что не удивляет, свой пост Жужурин покинул, оказывается, перед самой забастовкой, в сентябре. А в прошлом году, напомним, он был фигурантом уголовного дела, правда, тогда в статусе руководителя Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края. В двух словах напомним. Жужурина обвиняли в служебном подлоге и превышении полномочий при проведении госконтракта на возведение трех пожарных частей. Разбирательства длились больше года. Обвинение для Жужурина просило три года лишения свободы. Однако суд признал его невиновным. А спустя некоторое время Жужурин увольняется и возглавляет Дамурсу, подтягивая со слов работников предприятия себе под бок супругу, умеющую хорошо считать. На предприятии он проработал ровно год. Ну, получается, сколько ждали денег? Ну, мы сколько? Две недели, третья неделя пошла. Вот на этой неделе только дали. В полном объеме дали? Ну, некоторым не в полном объеме дали. Вот мне недосчитали четыре тысячи. Вот я буду как бы это, но я надеюсь, исправят. Буду спрашивать. А чем объяснили они свое поведение? Да ничего нам никто не объясняет. Они вообще ничего не говорят. Денег нету, денег нету. Ну, одного не пойму. Ведь оно все-таки организация государственная. Деньги идут с Москвы. И правильно, на заработную плату рабочую, куда они деваются? Это надо, наверное, скорее всего, с администрации спрашивать. Осипов администрация. Что? Куда они девают деньги-то? По словам завхоза Читы Инны Щегловой, ДМРСУ предприятие сложное. Кредиторская задолженность большая. Убыток его на конец прошлого года чуть больше 104 миллионов рублей. А глянемся назад. До Жужурина ДМРСУ возглавлял еще один невымышленный персонаж. Иркутянин Алексей Котов. На пост он заступил в 2020 году. А весной прошлого года вдруг неожиданно его покидает. Позже его задерживают, подозревают во взяточничестве. И действительно, за содействие в заключении контракта на сумму порядка 55 миллионов рублей Котову подарили автомобиль марки «Лексус». Однако он не только человек берущий, но и отдающий. Той же Лилии Кучиной, главе городских дорог, он с баровского плеча выделил целый миллион, чтобы та помогла ДМРСУ в победе на торгах. И тогда же, в 22-м году, контрольно-счетная палата Читы в ходе проверки ДМРСУ выявила коррупционные нарушения на сумму 19,5 миллионов рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы. Плюс ко всему, неэффективные расходы обнаружены на сумму 26 миллионов, а неправомерные на 5. Получается, деньги у предприятия водились только смотря для кого. В любом случае, ситуация с зарплатами уже привлекла внимание надзорных органов. Краевая прокуратура организовала проверку о нарушении трудовых прав работников ДМРСУ. Сотрудники прокуратуры оценят действия не только работодателя, но и учредителя предприятия, в том числе по финансированию соответствующих обязательств. По выявленным нарушениям прокуратура примет меры, направленные на их устранение. Это могут быть как досудебные меры, так и обращение в суд в интересах работников о взыскании задолженности по заработной плате, а также по привлечению виновных лиц к административной или уголовной ответственности. Работники ДМРСУ настроены решительно. Сидеть сложа метлы больше не намерены. И пока одни добиваются выплат своих копеек, другие уже начали искать новое место работы. У всех семьи, кредиты, долги, у кого коммунальные услуги, у кого ипотеки, конечно, и народ увольняется, бежит у нас с организацией. Анжелика Понебрашина, Евгений Погорелый, Павел Шухляев, ЗАПТВ. Пошел в лес за грибами, разгорелся азарт, зашел за одно дерево, за другое и уже не заметил, как свернул с дорожки. В Центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали, как переночевать в лесу, если вы все-таки заблудились во время похода за грибами. Все самое интересное расскажем далее в сюжете. Осенью горожане все чаще стремятся в лес, чтобы запастись грибами на зиму. Рыжики, подберезовики, маслята, а в особенности ценители любят грузди и белые грибы, которые можно засолить или пожарить. Уговаривать никого долго не надо, стоит только встретить соседа с полным ведром. Как главный поклонник собирательства, снаряжает всю семью в поездку, а кто-то решается пойти и в одиночку. Вот один гриб, второй прячется под листьями, а в стороне от тропинки их целая поляна, маленьких с оранжевыми шляпками. Водушевленно начинаешь собирать один за другим. И не замечаешь, что зашел уже глубоко в лес. Каждый год на протяжении всего сезона сбора дикоросов теряются люди. И, как правило, это граждане пожилого возраста. Выбираясь за грибами не в первый раз, они уверены, что знают ближайшие грибные места, как свои пять пальцев. В первую очередь нужно построить маршрут, обязательно предупредить своих родных и близких, указать время, в которое вы должны прийти. В 2021 году в лесах погибли больше 600 человек по всей России. Утонули, замерзли, получили солнечные удары или от голода. Без воды человек может прожить в лесу в одиночку лишь пару дней. Без еды около месяца, но при таких экстремальных условиях время стремительно сокращается у пожилых людей, у детей. При посещении леса нужно обязательно построить маршрут, взять с собой свисток, спички, зажигалку, легкий перекус и небольшой запас воды. Все то, что может помочь разжечь костер, при сборах лучше сразу упаковать в полиэтиленовый пакет. Если пойдет дождь, у вас останется возможность согреться и привлечь к себе внимание. Кстати говоря, в первое время, когда вы только начали осознавать, что свернули с пути, есть прием, который помогает обострить слух и попытаться выйти к реке или на дорогу. То есть человек встает, вот у него идут уши, это наши локаторы. То есть мы добавляем руки. То есть с обеих сторон руки добавляем. Все, закрываем глаза, то есть у нас один орган чувств, он отключается. Закрываем глаза и прислушиваемся. Слышим шум машин, либо лай собак. Собаки просто так в лесу бегать не будут. Наверное, с детства вам рассказывали, что из леса нужно выходить на север. Мол, с какой стороны растет мох на деревьях, туда и нужно идти. Теория довольно шаткая. Сработать такой метод может только в средней полосе России, где в основном лиственные леса, дожди приходят чаще с севера, а деревья растут далеко друг от друга. В густых лесах с влажным климатом это может только усугубить ситуацию. То есть если взять пень, вот, пожалуйста, с этой стороны, с этой стороны, человек подышал, то есть, а где север у нас, то ли здесь, то ли он здесь, вот север. Это уже непонятно. Это уже вводит человека в заблуждение. То есть не каждый может, как бы, ориентироваться именно по ломху. Вот я говорю, что как самый вероятный способ – это компас. Подводя итоги, скажем, что не стоит надеяться лишь на опыт. Вас может настичь непогода или плохое самочувствие. Обязательно иметь с собой компас, немного еды и воду. Одевайтесь в яркую, со светоотражающими элементами одежду. Так вас будет проще найти. В конце концов, не ходите в одиночку. Берите с собой друзей или семью. Хороших вам выходных и оставайтесь с нами на Первом Независимом. Валерия Наумова, Евгений Погорел и Павел Шухляев. ЗАП-ТВ Тебе есть что сказать этому миру? Ты остро переживаешь, когда видишь ложную справедливость и произвол? Ты хочешь с этим бороться, но ты один и не знаешь как? Приходи в команду ZAP.ru. Нам нужны люди, которые не боятся говорить правду. Мы предлагаем работу в дружном коллективе, достойную зарплату, а также возможность найти и реализовать себя. Образование и опыт приветствуются, но главное – желание. Звони 32 55 66. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой, под нашими выпусками новостей на Ютубе. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях на своих страницах и делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До скорых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Выгодные условия по обмену вашего автомобиля на новой черри. На сегодня это все. Хорошего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok